С конца прошлого года в стационаре Одинцовской областной больницы в Перхушково начались ремонтные работы. На объекте трудятся 100 человек. Сейчас строители демонтируют полы, перегородки, вывозят мусор, делают временное освещение. В данный момент идет демонтаж. В данный момент уже разработаны и находятся на согласовании будущие кладочные планы. Это устройство внутренних стен, аппликации помещений и формат будущей отделки. Когда работы завершатся, в Перхушково откроется региональный сосудистый центр. МРТ, рентген, КТ, отделение лучевой диагностики полностью оснастят. Оборудуют современные операционные. В отделениях кардиологии и неврологии увеличат число мест до 50. Капремонт должны завершить до конца 2025 года. По штату у нас штат будет набираться дополнительно, потому что штат будет увеличиваться. Мощности наши имеются в больнице. Для того, чтобы при сдаче объекта можно было запустить сразу в работу, это все имеется. Медицинская документация, алгоритмы работы сейчас в процессе разработки, потому что региональный центр будет работать на весь округ, на всю скорую помощь и 24 на 7. Если в стационаре в Перхушково работа на начальной стадии, то в ЖК равновесие кабинет врача общей практики почти готов. После передачи помещения в муниципальную собственность и лицензирование начнется прием детей и взрослых. Применены навязчивые технологии, все, что возможно применять в отделке помещения и по программе «Моя политника» по Москве, по Московской области. По аналогии этих сделано данное помещение. Функционал у кабинета будет как у амбулатории. Окулист, невролог, кардиолог и акушер-гинеколог. Места хватит для трех специалистов. Специалисты будут подбираться специальным кадровым центром, подбираться здесь, лицензироваться уже под кабинеты и проводить свою работу. Жилищный вопрос для медиков тоже решен. Две квартиры застройщик ЖК передаст в муниципальную собственность. Они полностью готовы к заселению. Сделан ремонт, установлены стеклопакеты, радиаторы, сантехника и электрооборудование. Карина Яряшева, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.